всем привет на связи я андрей нестеров обычные ролики снимаю в выходные но сегодня у нас особый случай я в смене давай его не поторопимся давай а то опаздываем уже нет вот мы на этой машине поедем сейчас ваню вы дружи в садик и поеду на работу ехать на работу мне где-то 45 километров город герой ленинград соответственно поехали а вот школа я туда в детстве ходил вот машина моя здесь были когда-то начальные классы родители мои сюда ходили ну это здание уже много лет стоит просто бесхвозно она в аварийном состоянии школа у нас новое здесь не видно а вот нет видно вот там дальние которые вот это ближайший этот детский сад там школа мы приехали в садик детей сегодня праздник вот костюм вань что за праздник у вас у них 8 марта праздник международный женский день правда до него чуть меньше недели ребята сильно заранее начали заморачиваться а что так рано вань почему так рано празднуете потому что не знаю на себя открывается сейчас даму в руки воспитателей и поеду на работу до садика нам кстати 15 километров ехать а их застегнуть наверно надо ну что пока до вечера ну все поехали на работу вот я добрался до питера как видите здесь абсолютно другая погода чем у нас у нас снежок идет там метель даже такая легкая здесь смотрите солнышко все замечательно но ближайшее время все может измениться радикально я приехал к первому клиенту не работает интернет я сомневаюсь что удастся показывать вам прям все и всех ну вы понимаете да клиент я приперся с камерой такой давай снимать еще позвонят нажалуются меня уволят увольнять меня нельзя мне сейчас работа нужна в общем схожу посмотрю разберусь получится снять сниму не получится так на словах вам расскажу в чем там было дело ну здесь все просто у клиента сгорел роутер я установил новый все работает это магазин и сейчас настолько все идет через интернет вот девчонкам было не продать молоко без интернета но теперь санкт-петербург молоком обеспечен и мы продолжаем приехал на следующую заявку здесь клиента проблемы с телевидением вот это судя по всему вот тот бильярдный клуб который у меня за спиной пойдем туда разбираться вот таком я месте работаю это клуб бар что-то такое люди веселятся сейчас день здесь тихо открываются вообще с 8 вечера и работают до 6 утра время пол второго захотелось перекусить в шаверму мы на этот раз не пойдем на шаверму не напасешься вообще редко туда хожу вот у меня с собой бутербродики с колбаской еще я купил кваску бутербродики получаются ощутимо дешевле палка колбасы стоит 100 рублей батон стоит 15 рублей это хватает на два дня вот этой еды но если дома кто-нибудь колбаски не причаститься вот против шавермы которая от 200 и выше в питере поесть здесь дороговато ну гурин звонит в этом случае у нас оказалось все просто дольше разбирался зависло наше оборудование которое дает народу тв я его нашел перезагрузил и теперь все работает в очередной раз я героически спас досуг петербурцев которые отдыхают в этом клубе я еду из города в область у клиента не работает камера ремонт камеры снять не удалось потому что я забыл ну в общем то все достаточно тривиально камера сгорела сейчас у нас пять вечера и начинаются пробочки вот я въезжаю в город здесь уже довольно плотно еду я на аварию предварительные данные что нет электропитания на узле у нас откуда работают клиенты приехал на заявочку недоступно оборудование предположительно обесточено перед этим связался с инженером обслуживающим вот это замечательное здание тот не нахамил бросил трубку но пришлось ехать выяснять то есть где-то оно должно быть здесь за дверью дверь закрыта мне если честно самому интересно вот взглянуть на это тело потому что как правило при личном общении такие товарищи становятся белыми и пушистыми вот здание никого нет никуда мне не попасть вот тоже не понимаю человек на работе да вот обслуживающая организация обслуживает это здание я тоже на работе надо как-то общаться надо как-то разговаривать решать вопросы и вот по работе чего только не наслушаешься так что то что пишут хейтеры порой в комментариях это вот все по такому мне барабану у меня такая кожа нарощена ладно будем разбираться в общем так я никуда и не попал все закрыто едем дальше передаем этого дядечку в отдел согласования пусть они его ублажают собственно это их работа я приехал на свой следующий адрес здесь у меня задача отследить провода которые идут к нашему оборудованию управляющая компания здесь серьезная и потребовали чтобы промаркировали провода лишние провода грозятся отрезать сейчас я посмотрю что я смогу с этим сделать а сделать я уже ничего не смогу потому что все клиенты разошлись по домам время пол девятого единственное что меня успокаивает что ящики у нас в подвале а клиенты над нашими ящиками то есть не придется скорее всего отслеживать на каждом этаже вы увидели какой высокий дом не придется отслеживать на каждом этаже кабели и маркировать их потому что ну это жесть это вот просто каждый кабель надо отследить и клиентов в принципе немного всего три штуки у нас на этом доме Поэтому я думаю, что можно будет справиться завтра, например, по-быстренькому И как я уже сказал, время полдевятого Рабочий день у меня до девяти Главное, чтобы ничего не отворилось сейчас Ребята, не ломайте ничего, я домой хочу Больше всего мне нравятся заявки Это когда клиент у себя отключил роутер То есть девочка поставила телефон на зарядочку Выключила роутер, поставила телефон, заряжается И начинает звонить Ай, у нас не работает интернет, ай, какие вы плохие Ну-ка, езжайте, быстро чините Ты приезжаешь Вуаля, все работает Я бы не сказал, что это редко бывает Это достаточно частые заявки Когда клиент сам себе отключает оборудование Еще у меня была история, что дядечка изрядно под шофе Вызвал мастера Ну и, соответственно, я приехал, начал разбираться Смотреть, а у него в сетевую карту компьютера вставлена флешка Вот я не знаю, как он туда запихал Еще меня пытался обвинить, что это я ему все сломал И что это моих рук дело Вот такие вот попадаются персонажи Смотреть, а у него в сетевую карту Время около 10 вечера И я добрался до дома Так себе день в плане демонстрации своей работы Но ничего, сейчас ее будет больше Успею еще показать В связи с нехваткой в конторе рабочих рук Мне предложили поработать дополнительные смены Как говорится, у верблюда два горба Потому что жизнь борьба И я, как тот верблюд, взял себе дополнительные работенки Теперь главное, чтобы нас опять не налюбили с деньгами А то это уже становится традицией Прошлые выходные я уже отработал Сейчас по графику были мои три смены Наша компания предпринимает шаги По оптимизации и монетизации сотрудникам И мне в частности Снижает ставки И в связи с чем в конторе наблюдается массовый отток кадров Народ увольняется Мне кажется, что это не только у нас Труд обесценивается Заходил недавно, смотрел вакансии в нашу контору Оказывается, что специалисты нам не нужны Зато очень необходимы аналитики по мотивации Это такие люди, которые вычисляют Как тебя заставить работать побольше Но заплатить тебе при этом поменьше В этом плане очень советую почитать книгу История пчел Майи Лунде Переворачивать сознание Многое встает на свои места Я думаю, что постоянные зрители канала заметили Что с переходом на новую работу Ролики начали выходить чаще Канал Воскрес даже замечается рост Но скоро все изменится Шутка Шутка А еще у нас опять сломался ФИАТ Я сегодня планировал ехать в Ютубовку В данный момент я должен был быть на пути К всем известному Анатолию Гурину Но теперь, похоже, не получится Так как вторая машина хоть и ездит, но в любой момент Может прекратить это делать Но это уже другая история А сейчас я буду с вами прощаться Ставьте лайки Пишите комментарии Жмите в колокольчик Чтоб не пропустить следующие выпуски нашего реалити-шоу Всего вам доброго Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok